По состоянию на 20 апреля в России за последние сутки выявлено более 4 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших превысило 47 тысяч. За все время пандемии умерли уже более 400 человек. Только за последние сутки коронавирус унес жизни 44 граждан России. Растет количество инфицированных в соседних с Ненинским округом субъектах Российской Федерации. Большое количество заболевших коронавирусом в Республике Коми – 491 человек. В соседней Архангельской области накануне произошло резкое ухудшение эпидемиологической ситуации. Очагом распространения инфекции стало медучреждение закрытого типа. Накануне среди сотрудников и пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы выявлено 70 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, всего в Архангельской области по состоянию на 20 апреля количество заболевших составило 114 человек. На территории Ненинского округа по состоянию на 20 апреля подтверждён только один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом шла речь на сегодняшнем брифинге в Департаменте здравоохранения для журналистов региональных СМИ. Пациент находится на лечении, лечение болезни протекает, состояние удовлетворительности, симптомов никаких нет. После проведения курса лечения, в том числе имени комминтозного, будут взяты два раза пробы и при наличии отрицательного результата по тесту она будет выписана. В настоящее время на самоизоляции в своих домах и квартирах остаются жители округа, прилетевшие в Нарьинмар из Санкт-Петербурга на одном рейсе с заболевшей, а также те, с кем она контактировала в Нарьинмаре. Всего 162 человека. Пятеро из них командировочные. Они помещены в обсерватор. 18 и 19 апреля, на 10-й день карантина, у них начали проводить тесты исследования на коронавирусную инфекцию. 18 и 19 в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в НАУ поступило 95 проб. Все они на данный момент исследованы, положительных находок нет. В понедельник, 20 апреля, исследования на коронавирус были продолжены у оставшейся части самоизолированных. В том числе заборы материала для исследования должны были сделать и у жителей некоторых населенных пунктов округа, которые прибыли из Санкт-Петербурга и уехали домой в свои села и деревни. Исследования проводятся только в лаборатории Роспотребнадзора в Нарьинмаре. Забор материала в сельской местности осуществляет фельдшер. Далее в специальном контейнере этот материал доставляется в окружную столицу. И если по коронавирусу эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная, то по заболеваниям ОРВИ среди взрослого населения далеко нет. Эпидпорог превышает норму в целом по региону на 14,5%, а в поселке Искателей и Нарьинмаре более чем на 43%. За последние четыре дня зафиксировано 250 новых случаев заболевания ОРВИ. Пристальное внимание уделяется пациентам с подозрением на грипп. Обследовано 128 человек. Из них у 17 грипп подтвержден. Один случай это H1N1, четыре случая это грипп А нетипируемый и 12 случаев это грипп Б. И вот с 1 по 19 апреля как раз было выявлено 9 случаев гриппа Б. То есть это говорит о том, что повышение заболеваемости ОРВИ и гриппа у нас оно есть. И то, что за такой короткий промежуток у 9 человек был выявлен грипп Б, говорит о том, что этот грипп сейчас циркулирует на территории округа. Режим повышенной готовности в соответствии с постановлением временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа сохраняется в регионе и на эту неделю. Запрещаются все массовые мероприятия. Лица старше 65 лет должны находиться в самоизоляции. Школьники и профучреждения на дистанционном обучении. В детсадах только дежурные группы для детей, чьи родители должны работать. Субботы действует режим послабления для предпринимателей. Работают парикмахерские, фитнес-центры, сауны и солярии. Работники этих предприятий должны соблюдать строгие меры безопасности и дезинфекции.